Учитывая географию нашей страны, вопросы повышения уровня транспортной подвижности населения, проживающего в удаленных и труднодоступных районах, имеют безусловную приоритетное значение. Меры государственной поддержки, принимаемые федеральными и региональными властями, позволяют ежегодно наращивать авиаперевозки по социально значимым маршрутам, повышать их доступность для населения. Развивается инфраструктура аэропортов малых воздушных линий. В 2022 году введены в эксплуатацию после реконструкции четыре малых аэропорта в республике Саха-Якутия. По нашему предложению, в настоящее время организована работа по их передаче оператору и обеспечению надлежащего уровня эксплуатации. В связи с ростом стоимости строительных ресурсов в 2022 году на цели увеличения цен контракта на реконструкцию аэропортов малых воздушных линий были направлены средства Резервного фонда правительства Российской Федерации. Проверка показала, что решение о дополнительном авансировании контракта, в том числе с низким уровнем производства работ, вовлекли за значительный рост дебиторской задолженности. В целом, инфраструктура значительного количества малых аэропортов соответствует положениям федеральных авиационных правил. При этом ряд взлетно-посадочных полос не освещены системой светосигнального оборудования. Росавиация обязалась до конца 2024 года оснастить светосигнальными оборудованиями еще 4 аэропорта и 6 посадочных полос. Как я говорил, государством субсидируются авиаперевозки в удаленные и трудодоступные населенные пункты. С ростом объемов субсидирования количество пассажиров, перевезенных по льготным тарифам, ежегодно увеличивается. Соглашения о предоставлении субсидий на авиаперевозки по специальным тарифам в Дальневосточном федеральном округе заключались сроком 1 год. По нашему предложению, правительствам были внесены изменения правила предоставления указанных субсидий. Теперь соглашение о предоставлении субсидий может быть заключено на трехлетний период в соответствии с параметрами федерального бюджета на очередной год и плановый период. Это позволит авиакомпаниям и операторам аэропортов планировать свою деятельность на длительную перспективу.